Деньги на благое дело Скажите, пожалуйста, какую сумму вы получили и та ли это сумма, на которую вы изначально рассчитывали? Мы еще не получили никакую сумму, пока это просто даже еще договор не заключен, но смета, предусмотренная нашим проектом, 2 миллиона 180 тысяч рублей. И это та сумма, которую вы выиграли? Да, мы рассчитываем на эту сумму. А на что вы потратите эти деньги? Мы уже несколько лет создаем музей под открытым небом, и мы в ходе ряда мероприятий, которые будут профинансированы за счет фонда президентских грантов, планируем благоустроить элево-первопроходцев, которые мы создавали 4 года, и благоустроить этнопарк. То есть такое получится инсталляция современных или традиционных кочевых селений коренных народов Севера. А расскажите, пожалуйста, вы впервые участвуете в грантовых конкурсах? Как решились на это? В грантовых конкурсах мы участвуем уже много лет. Просто на местном уровне у нас никогда не получалось ничего выиграть. Но была поддержка со стороны градообразующих предприятий для реализации каких-то проектов. Оттуда грантовая поддержка, конечно, уже небольшая хотя бы, но была. Вот нефтяники нам помогали. За счет средств грантов «Ноябрьск нефтегазы» мы приобрели детскую игровую и спортивную площадки. Начали строить планетарий. Там же. А расскажите немножко подробнее в целом о вашем музее и где вы берете экспонаты. В 2010 году я и группа энтузиастов со мной, товарищи моих, решили создать музей под открытым небом. Потому что в «Ноябрьске» ничего подобного нет. Краем уха где-то слышали, что что-то подобное есть где-то в Салихарде и на русскинских. Но идею я подсмотрел в Хантамансийском округе. Там есть музей под открытым небом «Суеват Пауль» называется. В переводе с хантыйского языка, по-моему, он «Дом ветров». И мы решили назвать нашу организацию приблизительно так же, романтично, поэтично, на одном из языков коренных народов Севера. Взяли словарь, полистали и получилось такое и на русском, и на английском достаточно благозвучное название «Хатл-Хот». В переводе «Дом солнца». Отсюда такое красивое название. А где берете экспонаты для вашего музея? Экспонаты мы выпрашиваем на разных предприятиях. Некоторые даже находим где-то далеко в тайге, в болотах. Один из последних экспонатов, геодезический указатель, пункт тренугуляционный, я нашел в тайге за городом, за самостроем. Два или три года я пытался вынести этот бетонный столб. Но вот с товарищем, знакомым топографом вместе его вынесли, вкопали. Там и новый экспонат у нас. Сопроводительная табличка у него будет, что первопроходцы-геологи пришли туда, где не ступала нога человека, руководствуясь картами, которые для них составили геодезисты и топографы. И настоящий вот такой тренугляционный пункт с номерной заглушкой. Какие-то экспонаты нам дарят, какие-то выпрашиваем на предприятиях. Например, качалку нам подарили сборную, правда, ноябрь с нефтегаз. Настоящий раритетный артефакт, 136-я легендарная скважина, с которой когда-то начинался ямальский газ, с фангапуровского промысла, мы привезли, нам подарили газовики. Она у них на базе несколько лет стояла, им было ее жалко выбросить, потому что свой срок она выработала. Но это легенда, настоящий артефакт. И тут она у нас нашла свое такое законное место почетное, с такой табличкой, несколько пафосной, но справедливой, совершенно верной надписью. Это новое место для фотографирования, новая достопримечательность. Людям не хватает каких-то новых впечатлений, и хочется где-то селфи, сейчас популярно, где-то выложиться в какой-то необычной обстановке. Большинство народу никогда, хоть и на севере живет, не бывало на промыслах, потому что либо работает не там, либо туда доступ ограничен. А тут, пожалуйста, настоящая нефтяная качалка. Гости приехали тебе, или фотографию на большую землю привез. Вот, смотрите, на севере живу. По-моему, это интересно. Ну и, конечно, сохранение исторической памяти – это основная задача нашего музейно-этнографического комплекса. Люди отработали здесь лучшие годы своей жизни. Люди кто-то уже на пенсии, кто-то уехал. Для них это, вот эти знаки памятные, это не просто экспонаты, это часть их судьбы, это часть их истории. Конечно же, мне самому приятно, когда я там сажаю деревья, например, на этом участке, или что-то благоустраиваю, и наблюдаю такую картину, что дедушка идет с внучкой, садит ее на вездеход на этот, на гусеничном ходу, и рассказывает, как вот когда-то он на таком здесь ездил, когда еще города не было. Конечно, мне это самому приятно. Я получаю от этого морального удовлетворения. Ну и, конечно, людям приятно. А насколько вообще это дорогое удовольствие, такой вот музей-комплекс содержать? И за счет каких источников вы финансируетесь? Только свои собственные средства. Это наша идея, это наш собственный энтузиазм. Это, вот мы взялись за гуш, и мы не говорим, что мы недюжи. Тянем эту лямку, и, да даже это неправильно сказать, мы не тянем никакую лямку. Мы просто получаем удовольствие от созидания. Вот и все. Это дорогое удовольствие? Это дорогое удовольствие. Ну, до сих пор все это было за свои собственные средства. Участок земельный отсыпать, несколько сот машин был заболоченный. Местами там стихийные свалки были, все это поубирать, все это горизонтальную, вертикальную планировку сделать, все это очень дорого. Это не одна сотня тысяч рублей. И провели мы коммуникации туда. Да, когда-то предприятия, какие-то местные, градообразующие помогали частично в каких-то работах. Но основная финансовая нагрузка ложится на нас. Кто такие мы? Нет как таковой федерации или спортивной организации, основанной на членстве, какой-то большой группы людей, объединенной, вот общей идеей. Нет. Каждый экспонат сопровождает один, два, три, несколько человек. То есть мы вместе собираемся, придумываем его, ставим, благоустраиваем и обслуживаем. Например, вездеход. Мы нашли, ездили, искали этот вездеход, везде их на металлолом поздавали. Они окажутся запрещены уже давным-давно. По тундре нельзя ездить на гусеничном ходу. И их везде на металлолом поздавали. И вот на одном из предприятий мы с Юрием Геннадьевичем, как шаровым руководителем одной из управляющих компаний, мой приятель, выпросили этот вездеход. У него не было колес вот этих катков, гусениц там, окон, дверей. То есть это был такой остров лодкообразный такой. И мы вдвоем по вечерам, по выходным, долгими зимними вечерами с помощью кувалды этот вездеход отрихтовали. Работяги нам помогли, руководство предприятия где-то что-то помогло, какие-то каточки нам вот эти вот, где-то гусеницы подварить. В общем, сообщаем, мы его восстановили. Газовикам обратились, они нам помогли, дали кран. Значит, водрузили туда транспортная компания. И в результате у нас появился такой замечательный восстановленный, выглядящий как новенький совершенно такой вездеход. Памятник первопроходцам, геологам и транспортникам. И вот они у нас в рядок такие стоят, и получилась у нас такая аллея первопроходцев. По-моему, замечательная достопримечательность в городе теперь. Есть еще источник такой финансирования для некоммерческих организаций, как гранты, вот как раз, о чем мы с вами сегодня говорим. Насколько он вообще весом? Евгений, это скорее всего, ну как вам сказать, гранты это здорово, но рассчитывать на них серьезно не приходится. Выиграли, считай, что тебе повезло. Потому что бывает такое, что и проект у тебя идеальный, кажется, и самый лучший с твоей точки зрения, потому что ты же автор, ты же его выстрадал, у тебя же реальное исполнение. Ты подаешься и выясняется, что ты не то, что там в тройку не вошел, ты там в десятку даже не вошел. По какому принципу выбирают комиссии победителей, для меня до сих пор непонятно. Поэтому многократные вот эти подачи заявок на грант, которые ни к чему не приводили, я уже перестал даже разочаровываться. Ну не выиграли, не выиграли. Слава Богу, что дают организациям, которые, я считаю, действительно нуждаются. Это действительно благотворительные организации, которые занимаются малоимущими, социально незащищенными словами граждан, в том числе пенсионерами нездоровыми, и самое главное, детьми-инвалидами. Я считаю, что им нужно давать в первую очередь, они нуждаются в этом. А это просто красивое хобби. Оно не приносит нам никакого дохода, оно только расходы для нас, но оно приносит нам радость и удовольствие, потому что оно приносит радость людям. Вот в чем наша награда. А как много различных сегодня организаций, фондов проводят конкурсы, готовы раздавать какие-то гранты? Их достаточно много, но это нужно бросить все и заниматься только подачей заявок на грант. Потому что каждый грантодатель имеет какие-то уникальные условия для приема заявки. То есть у каждого грантодателя особые требования к заявке. И под каждого подстраиваться это отдельная профессия. Мы такой профессии не обладаем, и поэтому считаем, что нам просто в этот раз очень крупно повезло, что мы выиграли такой хороший грант. Вам придется как-то отчитаться о потраченных средствах? То есть насколько сильно будет отслеживаться именно на что потрачены эти деньги? Безусловно, придется отчитаться за каждую копеечку. Тем более, что это деньги бюджетные. Это фонд президентских грантов. Это хоть и не коммерческая организация, но она под контролем самого президента находится. И возглавляет этот фонд Кириенко. Сама процедура финансирования сделана таким прозрачным образом, что фонд контролирует движение каждой копейки, каждого рубля. Когда ты, прежде чем получить какие-то деньги, ты должен организовать мероприятие, составить договор с исполнителем, составить смету, составить какой-то определенный объем прописать, полностью все, чтобы это было до каждой буковки, до каждой копеечки просчитано, и самое главное, обосновано. После этого тебе на специальный счет, который контролирует фонд президентских грантов, переводят деньги, и ты никуда больше эти деньги не можешь перевести, кроме как непосредственно подрядчику, которого одобрил фонд президентских грантов. То есть этот грант, это не лотерея, которую ты выиграл. Что вот тебе деньги свалились, делай что хочешь и радуйся. Нет, это просто тебе финансирует определенный ряд работ, которые ты обязан проделать. То есть реализация будет тоже непростой? Ну, вы знаете, нам проще реализовывать, чем бумагами заниматься, писаниной, грантами, отчетами и так далее. Нам проще реальные какие-то дела делать. Просто мы такая команда. А вот вы как общественники, что можете сказать, с какими сложностями вообще, вот помимо финансовых, еще сталкиваются некоммерческие организации сейчас? Евгения, мне сложно, честно сказать, за другие организации. Ну, вы, например, на своем опыте. Да, потому что, ну вот смотрите, у детей инвалидов, там, организации, которые, взрослые, там, как-то помогают, у них свои сложности, проблемы. Вот у Миля Уши она грант выиграла несколько лет назад на приобретение оборудования для реабилитации детей, ДЦПшников, и это оборудование некуда ставить, просто нет помещения. Вот у нее такая проблема. У нас вот другие проблемы там какие-то есть. Ну, я не знаю, но наши проблемы по сравнению с проблемами организаций, которые занимаются социально незащищенными гражданами, они, конечно, минимальны. А с другими общественными некоммерческими организациями как-то общаетесь, сотрудничаетесь, может быть, опытом делитесь? Ну, конечно, мы дружим с некоммерческими организациями, с различными. Вот, например, для организации «Солнечный круг», у них ребята даунята, замечательные такие ребятишки веселые, они у нас деревья сажали, мы для них организовали сладкий стол, там, для родителей, там, мангал поставили, ну, в общем, такое мероприятие. Дети-колясочники целую олею деревьев у нас высадили. Ведь участок-то изначально у нас предназначен для размещения лесопарка, это все это благоустройство. И мы стараемся вот как-то привлекать этих ребят, этих людей, пытаемся чем-то помогать, свидетельствовать, советуемся по бумажным вопросам, по отчетным. Ну, вообще, общественники, как бы, они друг с другом как-то связаны, мне кажется, образом мышления. Это все-таки, мне очень нравятся общественники. Общественники — это люди, которые пытаются компенсировать и заполнить те пустоты, которые не может или не в состоянии, или не хочет заполнить государство. То есть, где государство не справляется, пробуксовывает, не успевает или отказывается, туда приходят общественники. Я их за это очень уважаю. Ну и последний, наверное, главный для горожан вопрос. В какие сроки вы планируете свой проект реализовать, когда ваш музей уже обновленным будет представлен для жителей? У нас есть год с небольшим до декабря будущего года. Мы будем стараться сделать все красиво, эффективно, успешно. И самое главное, чтобы всем понравилось. Ну и, конечно, чтобы нам самим, в первую очередь, понравилось, потому что с этим проектом у нас связано очень много прошлого, приключений, интересных каких-то задумок, свершений, и еще больше в будущем. Поэтому, я думаю, что чем быстрее мы все это сделаем, тем лучше. Посмотрим, насколько быстро мы заключим договор с фондом президентских грантов, как быстро пойдут поступления, ведь скоро зима. Будем стараться до зимы успеть как можно больше. Александр, спасибо вам большое. Спасибо вам, Евгения. Наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.